Что же представляет из себя полоса препятствий для дайверов? Ее длина 100 метров, которые необходимо преодолеть как можно быстрее, не совершив ошибок или же сделать их поменьше. Ведь каждое нарушение, в зависимости от степени его тяжести, карается штрафными секундами. Какие же препятствия встречаются на подводном пути дайверов, облаченных в базовый комплект снаряжения промышленного образца? Сразу скажем, что все они имитируют те ситуации, которые могут возникнуть во время погружения под воду в открытом водоеме. Как видим, Алексей Дмитриев и Леонид Данько, каждый по своей дорожке, успешно проходят по виртуальной трубе, длина которой составляет 2 метра. Заметим, что их соперники заработали на этом препятствии штрафные секунды. Теперь Дмитриев и Данько продолжают путь дыша из одного баллона. Один спортсмен использует свой регулятор, а второй – октопус своего напарника. Можно пользоваться одним регулятором, а можно регулятором и октопусом. Действуют они слаженно и четко, не теряя ни секунды на этом задании. Пройдя 30 метров, они снова дышат каждый из своего баллона. За 5 метров до стены бассейна стоит корзина, в которую спортсмены должны положить снятую маску. Проплывают эти 5 метров, касаются стенки бассейна, фиксируют поворот, возвращаются к корзине, не останавливаясь, забирают маску, надевают ее и продувают, чтобы удалить из нее воду. Немаловажным фактором успешного преодоления дистанции является умение дайвера сохранять плавучесть, или, как еще говорят, баланс. Это значит, что человек владеет своим телом. Если у дайвера этот элемент отработан, то у него не возникает проблем на дистанции. Когда он снимает и надевает маску, продувает ее, снимает снаряжение, когда он проплывает по прямой линии, он не должен задевать препятствия. Он не должен вставать на дно и выходить на уровень поверхности. То есть он должен сохранять нейтральную плавучесть. Вот сейчас Валентина Писаренко и Игорь Островский после поворота берут из корзин свои маски и надевают их. Надо сказать, что эта пара прошла препятствия гораздо медленнее, чем их соперники. Тем временем Алексей Дмитриев и Леонид Данько снимают с себя снаряжение, но один из членов команды грубо нарушает правила, выйдя на поверхность воды. В данном случае спортсмен не справился со своей плавучестью и всплыл, то есть нарушил поверхность воды. За это должна последовать дисквалификация. А вот израильский дуэт Писаренко и Островский делает все не торопясь. Они считают, что лучше все сделать четко, без лишней суеты, хотя бы потому, что это экономит воздух. Пара из Израиля проходит достаточно долгую дистанцию со многими нарушениями. Может быть поэтому Игорь, сняв баллон и жилет, аккуратно прижимает все снаряжение к себе, чтобы, не дай бог, не задеть за кольца и вплывает в трубу. Начало уверенное, но третье кольцо он задевает ластами. Как гласят правила, касание препятствия ластами разрешено, если не было сдвига препятствия. Если положение препятствия не нарушено, то это не считается ошибкой. Преодолев трубу, Игорь надевает жилет и баллон на себя. Правда, его тянет к поверхности, значит у него положительная плавучесть. И используя инфлятор, необходимо выпустить воздух, чтобы сохранить баланс. Вслед за Игорем, к прохождению трубы приготовилась Валентина. В отличие от своего напарника, она держит снятое снаряжение перед собой. Посмотрим, как она справится с пятиметровым коридором. Под конец девушка зацепилась ногой за кольцо. Теперь израильским спортсменам предстоит выполнить заключительное задание. Спасти человека или отбуксировать к берегу некий груз. В данном случае это шар, имеющий приспособление для захвата. Его диаметр примерно 50 сантиметров, и он имеет отрицательную плавучесть. Он в воде неудобен и на поверхности весит около 50 килограммов. В воде, естественно, меньше. Спортсмены буксируют его к финишу. То есть фактически это своего рода имитация спасения на воде. Когда они его буксируют, они должны быть в физическом контакте с грузом и дышать атмосферным воздухом без использования баллонов. Все 25 метров с грузом, израильский дуэт плыл на спине. Можно делать это на боку или на животе. Кому как удобно. Это вообще трасса, по которой можно принимать финальный экзамен у студента, который сдает на сертификацию. Потому что прохождение трассы говорит о уровне его классификации. На старте еще две пары. Это россияне Андрей Пономарев и Александр Шибалкин, а также гости из Испании Виктор Гонсалес и Пабло Мират. Стардан. Как правило, спортсмены стартуют гигантским шагом с бортика бассейна. Это основной старт дайверов из борта лодки. Быстро отрегулировав свою плавучесть, спортсмены здорово проходят трубу. Значит, в открытом водоеме у них не будет проблем, если они захотят исследовать затонувший корабль, какой-нибудь другой объект или коралловый риф. Теперь дыхание из одного баллона. Очень важный элемент дайвинга. Для безопасности дайверы погружаются парами, чтобы в любой нештатной ситуации напарник мог бы прийти на помощь. Бывает, что люди не контролируют воздух в баллоне, и он заканчивается намного раньше, чем надо. В этом случае помогает товарищ. Упражнение дыхания из одного баллона носит самый, что ни на есть прикладной характер. Любой дайвер, благодаря индивидуальному манометру, должен постоянно контролировать количество воздуха в баллоне. Но может сломаться регулятор, может порваться загубник, может случиться масса других неприятностей. Если человек готов к этим ситуациям, если они у него отработаны, если он знает, что делать в каждой из них, если он с напарником, он справится с любыми трудностями. Профессиональный дайвер свою плавучесть регулирует дыханием. Не дышит глубоко и не выдыхает полностью воздух. Поэтому и нет перепада по уровню движения. Ровная прямая. Достигают нужной глубины, зависают на ней и дальше регулируют свои движения дыханием. Это настоящий профессионализм и мастерство в дайвинге. Испанцы по очереди красиво, а главное, без штрафных санкций, преодолели пятиметровую трубу. Чувствуется, что они не новички в дайвинге и не раз принимали участие в подобных соревнованиях. Нашим спортсменам есть чему поучиться угости из Пиренейского полуострова. Но и российская пара из Перми, Андрей Пономарев и Александр Шибалкин, могут гордиться тем, как они прошли пятиметровую трубу с отнятым снаряжением. Они демонстрируют отменную плавучесть. Но смотрите, у одного из дайверов выскакивает изо рта загубник и он всплывает на поверхность. Всплытие на поверхность с глубины может стоить дайверу жизни. Именно для этого и существуют такие упражнения в бассейне, чтобы отработать все нештатные ситуации и при погружении в море не повторять ошибок, чтобы приобретенные на занятиях навыки выполнялись автоматически. Испанцы тем временем благополучно осуществляют жизненно важную операцию под кодовым названием «Спасение». Они буксируют тяжелый груз, плывя на боку. Они проходят коридор, ширина ворот 2 метра. Их надо пройти, не задев поплавки, иначе штраф. А наши ребята объясняют, почему им не удалось закончить дистанцию. На очереди новое противостояние двух пар дайверов. Это еще одна команда из России Максим Астахов и Марат Халиулин, а также смешанная команда Украина-Киргизия в составе Надежды Чаадаевой и Вадима Уварова. Было много дайверов, которые очень хотели принять участие в соревнованиях. Они приехали по одному человеку от страны, но это парное упражнение, поэтому образовались несколько смешанных команд. У Надежды Чаадаевой небольшая заминка, она никак не может добиться нейтральной плавучести. Наконец проблема решена, и Надя устремляется за своим партнером, который уже с нетерпением ожидает ее в конце коридора. Вадим Уваров, не мешкая, берет у напарницы запасной регулятор, и они дышат из одного баллона. План сверху позволяет нам понять, как далеко оторвались лидеры от своих соперников. Надо сказать, что все эти соревновательные задания можно решать и в открытом водоеме, но для этого нужен более-менее ровный участок. Сложность только в выставлении дистанции. Ее можно выставить на любом водоеме, даже в открытом море. Ограничений нет. Препятствия должны находиться на определенной глубине от поверхности. Однако в Российской подводной федерации создавали эту дистанцию именно для соревнований в бассейне, для дайверов тех стран, где отсутствуют морские акватории, либо они ограничены. Особенно это касается стран с суровыми зимами, где дайвингом можно заниматься только в определенное время года. В остальное время дайверы могут заниматься в бассейне, участвуя в соревнованиях, выполняя упражнения с какими-то элементами игры и совершенствуя те навыки, которым их обучили. Ведь спортивный дайвинг позволяет понять уровень технической подготовки любителей морских кроссов. Вот мы видим, что Надежда Чаадаева не совсем уверенно чувствует себя без маски. Она с трудом практически на ощупь находит ее в корзине, теряя на этом достаточно много времени, а затем очень долго надевает и продувает маску. Хотя, казалось бы, это упражнение должно быть самым простым, ведь его изучают на первых занятиях по дайвингу. Конечно, легко говорить, сидя у экрана телевизора, а когда сам окажешься в подобной ситуации, очень важно не растеряться и не поддаться панике. Лидеры этого заплыва, Астахов и Халиулин, приступили уже к следующему упражнению, снимают с себя снаряжение. Они все делают достаточно быстро, но вот за то, что дайвер касается коленом пола бассейна, команде будут начислены штрафные секунды. Правилами это запрещено. Становиться на пол нельзя. Когда выполняя задание, спортсмен становится на пол, это говорит о том, что ему тяжело скоординировать свои действия. Для того, чтобы не выйти на поверхность и не быть дисквалифицированным, он прибегает к тому, чтобы получить штраф за одну ошибку. Идет явно на нарушение, которое менее наказуемо. Но это не дисквалификация. Касание дна бассейна карается 10 секундами. Кстати, и снаряжение нельзя класть на дно. За это штраф. Над всеми этими моментами надо работать. Побеждает здесь не тот, кто плывет быстро, а тот, кто четко выполняет упражнения. Кто не набирает штрафных секунд. За правильностью прохождения спортсменами дистанции очень внимательно следят под водой судьи, которые записывают все ошибки. От их взора не ускользнет ничто, ни малейшая оплошность, потому что в спорте самое главное принцип честной игры. Российский дуэт приступает к заключительному заданию буксировки груза к берегу. Подняв тяжелый шар на поверхность, нашим ребятам теперь надо доставить его в целости и сохранности. Они проходят по коридору и чуть было не касаются желтых поплавков баллоном. Вытянув вперед руки, они приближаются к бортику бассейна. Финиш идет по первому касанию, но при этом спортсмены должны находиться в физическом контакте со снарядом, то есть они как бы одно целое, поэтому первое касание и является финишем. Вадим Уваров всплывает на поверхность. За это команду ждет дисквалификация. Но тут, как говорится, к судьям претензий нет. Во-первых, не было подами ни одного протеста. Это уже свидетельствует о том, что судейство было... спортсмены были согласны с теми ошибками, которые они допускали или не допускали. И, во-вторых, мы разделили, особенно подводное судейство, то есть у нас шесть сера судей находились под водой. Они разделили дистанцию так разумно, что каждый судья наблюдал за своим упражнением. То есть по судейству великолепно. И, наконец, старт египетской и белорусской команд. Этот заплыв интересен тем, что египтяне, казалось бы, имеют неотпоримое преимущество, так как могут тренироваться практически круглый год. А в Белоруссии моря нет и не будет. Однако белорусы весьма резво взяли старт и на приличной скорости прошли первую трубу. А вот египтяне, не торопясь, выровняли свою плавучесть и также не спеша преодолели коридор, ограниченный пятью кольцами. В этой дистанции нет ничего сверхъестественного. Фактически, любой дайвер, который прошел первый уровень обучения, может пройти ее. Но некоторые команды до финиша не доходят и снимаются с дистанцией за нарушение. Можно сразу понять, насколько хорошо обучен дайвер и насколько спокойно его можно выпускать в открытую воду. Как видим, белорусские ребята Павел Ященко и Андрей Лукьянов отлично справляются со всеми препятствиями. Они не теряют ни секунды динамичного движения, выполняя все задания. Именно к этому стремятся и организаторы соревнований, чтобы у дайверов выполнение всех базовых элементов происходило автоматически. Чувствуется, что белорусы состязаются в охотку и со знанием дела. Уже после соревнований они признались, что перед стартом немного волновались, но затем успокоились и решили показать, на что способны. К тому же, приезд в Москву это для них возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и обменяться накопленным опытом и почерпнуть что-то новое. Говоря о полосе препятствий, и Павел, и Андрей подчеркивали, что это очень правильная соревновательная дисциплина, потому что все, что отрабатывается на полосе препятствий, отрабатывается при обучении дайвингу. А у себя дома Павел даже намерен ввести в занятия такую дисциплину и выставить такую же дистанцию. В отличие от белорусского дуэта, который работает словно швейцарские часы, в египетской команде дайверы, судя по всему, разного класса. Один из них достаточно уверенно, пусть и медленно справляется с заданиями, а вот второй спортсмен все время отстает от заданного темпа. К тому же, он абсолютно не в ладах со своей плавучестью. Возможно, здесь сказывается его привычка погружаться в соленой воде. Ребята из Белоруссии тем временем преодолели пятиметровый коридор и теперь всплывают на поверхность, чтобы отбуксировать груз. Обратите внимание, что они делают это очень грамотно. Один из спортсменов лежа на спине буксирует шар, а второй подталкивает его сзади. Как вы понимаете, риск не вписаться в ворота очень мал. Финиш. В то время, как белорусы закончили дистанцию, египтяне все еще сражаются за достойный результат. Однако, как мы уже отмечали, разница в классе дайверов весьма ощутима. Пока один прошел коридор и ожидает товарища, другой запутался в кольцах, словно в непроходимых водорослях, и завалил туннель, даже сдвинув полозье. Правда, штрафные секунды в данном случае начисляются не за касание каждого кольца, а только как за одно общее нарушение. Таковы правила. Они достаточно гуманны. Наконец-то второй член египетской команды преодолел злосчастный коридор и выбрался на оперативный простор. Однако, его напарник рано радовался, схватившись за шар для транспортировки груза. В борьбе с непокорным снаряжением его коллега неожиданно поплыл в сторону. И все же египетская команда сумела собраться в прямом и переносном смысле слова и начать буксировку. Посмотрите, как тяжело дышит дайвер. Видимо, ему не просто дается финишная прямая. В итоге египтяне затратили на прохождение дистанции времени в два раза больше, чем белорусы, которые показали лучший результат и заслуженно выиграли эти соревнования вопреки объективным обстоятельствам. Как известно, у нас в Беларуси моря, собственно говоря, нет. У нас есть красивейшие озера, глубокие, с ледникового происхождения, где мы отрабатываем эти навыки. То есть там нет видимости, вода холодная. То есть мы в таких условиях работаем чаще всего. Бассейн, конечно же, хорошо, но это в основном курс обучения. Итак, первое место в дисциплине полоса препятствий у мужчин завоевала белорусская команда. На втором месте испанский дуэт, а третья досталась Максиму Астахову и Марату Халиулину из Татарстана. А теперь та же дистанция полоса препятствий, но среди женских команд. В первом заплыве принимают участие две Марии Кальво и Домингес из Испании, а также смешанные команды России-Армения в составе Лидии Елизаровой и Юлии Гариной. Мы видим, что при прохождении первого препятствия обе испанские девушки нарушили правила, задев баллонами кольца. Это были только первые штрафные баллы, которых впоследствии набралось немало и которые сыграли с испанками злую шутку, но об этом чуть позже. Лидия Елизарова и Юлия Гарина немного отстают, зато чисто проходят коридор. Несмотря на мелкие погрешности, испанки, конечно, уверенно чувствуют себя при выполнении всех заданий. Это и не мудрено. Мария Домингес, например, занимается дайвингом уже на протяжении 15 лет, а в любительских соревнованиях принимает участие уже лет 10. По словам Марии, дайвинг – это ее образ жизни. Благодаря ему она поддерживает свой организм в хорошей форме. Для участия же в соревнованиях необходимо немало тренироваться и заниматься подготовкой оборудования, а это требует сосредоточенности и определенных усилий. Но, как сказала Мария Домингес после соревнований, она счастлива, что ее тренировки не прошли впустую и в результате она со своей подругой сумела завоевать медаль. По сравнению с опытными испанками, Лидия Елизарова и Юлия Гарина немного проигрывают по времени прохождения дистанции, теряя драгоценные мгновения, в данном случае на выравнивании плавучести. Но лучше пожертвовать несколькими секундами, чем быть снятыми с дистанции строгими арбитрами. Испанская команда постепенно уходит в отрыв, но двум Мариям категорически не даются туннели. И во второй раз они не могут пройти их без страха. Арбитры все видят и не прощают нарушений, которые тяжким грузом ложатся на хрупкие плечи испанских девушек. У Елизаровой и Гариной коридор не вызывает никакого страха и они уверенно проходят это препятствие. Снять, а затем снова надеть снаряжение также не составляет для Лидии и Юлии никаких проблем. Они делают это быстро, технично и можно даже сказать элегантно и красиво. Хотя после финиша Лидия Елизарова самокритично призналась, что сам заплыв с ее стороны мог быть и получше, что она совершила несколько ошибок, которые затормозили движение. И все же занятым местом Лидия была довольна. И еще ей очень понравилась приятная атмосфера соревнований. Сразу чувствуется, что организаторы постарались на славу. Ее напарница по команде Юлия Гарина отметила, что они с Лидией все делали слаженно, без грубых ошибок, поэтому достигнутый результат закономерен. Пока Лида и Юля готовятся к буксировке груза, испанки уже вовсю толкают тяжелый шар к желанной цели. Хотя для того, чтобы добраться до берега, они прилагают довольно большие усилия. Но в этом и заключается прикладной характер спортивного дайвинга. Возможно, эти навыки когда-нибудь пригодятся девушкам и в реальной жизни. Они чисто проходят финишный створ и, наконец, касаются спасительного берега, функции которого в данном случае выполняет стенка бассейна. Испанки наблюдают за тем, как Лида Елизарова и Юля Гарина выполняют заключительные задания и преодолевают последние метры дистанции. Испанки пришли к финишу первыми, но они набрали 85 секунд штрафа. У Елизарова и Гарина их всего 25. В итоге они опередили испанок на 37 секунд, но те не унывают и в будущем рассчитывают взять реванш. В Испании большие традиции в этом виде спорта и мы с удовольствием воспользовались возможностью приехать в Россию. Мы надеемся, что российские дайверы обязательно посетят нашу страну с ответным визитом. А теперь посмотрим заплыв в России.